Приветствую, мои дорогие! Сегодня воскресенье, Малая Пасха, второе воскресенье ноября, цвет желтый, цвет золота, цвет воскресения Христова и победы над адом и смертью. Сегодня у нас 10 ноября, день МВД, и мы об этом сегодня поговорим, про наше МВД в России и не только про наше. Будет несколько видео, сегодня я запишу 30 видео для вас новых, свежих, и пока YouTube даже через VPN работает, а это не всегда так бывает хорошо, вы их сегодня можете посмотреть, ну или максимум завтра. Начну с первой новости, в день Архангела Варахиила, благословения Божия, так называется этот Архангел, седьмой по счету из великих. Значит, правительство Швейцарии определило вчера, в субботу, 9 ноября, что 1 января 2025 года вступит в силу закон антипаранджа, который запрещает мусульманкам закрывать лица в общественных местах. Как видите, тема актуальна не только для Швейцарии, но и для нас. У нас многие территории начинают потихоньку эти законы принимать, особенно русские территории. И мы помним скандал по поводу Владимирской области и закона о запрещении хиджабов и паранджей вот этой вот в школах, чтобы не приходили в школу девочки-мусульманки, полностью укутанные замоташки черные, как их называют уже даже в Совете Федерации. И вот достали они и мирную, дружелюбную Швейцарию. Так что с 1 января, а их туда понаехало, тоже будь здоров, из арабских стран, и не только из арабских, значит, будет вот этот закон принят. Ожидается, что любой, кто нарушит закон о запрете паранджи в общественных местах, закрытия лица, будет оштрафован на сумму около 1000 швейцарских франков или 1144 доллара. Вот и умножьте, посчитайте, и все понятно будет, какая это приличная сумма. Это один из ответов на вопрос, а как бороться-то, как запретить носить, кроме как споров, ссоров, скандалов там публичных и прочее, что и происходило. Денюжки, денюжки, значит, припишите хороший штраф, и все не перестанут ходить в общественных местах паранджи, потому что все прекрасно деньги считать умеют. Что вы по этому поводу думаете? Правильно ли поступило правительство Швейцарии, которое эту тему, кстати, муссировало много лет? Я еще читал об этом в десятые годы, ну, в отдельных кантонах, территориальных единицах Швейцарии это было принято, а теперь на всей территории Швейцарии, потому что речь идет о решении правительства, всего правительственной страны. Ставьте комментарии, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео и жду на личном приеме, телефон указан, записывайтесь, ровно через неделю, в следующее воскресенье я уже буду в поезде, и три дня меня на связи не будет, будет перерыв в записи видео. Идем дальше.